Здравствуйте, дорогие друзья. Седьмое Ниссана соответствует месяцу Тиш-Рей. Тиш-Рей это первый месяц, где расшифровываются первые буквы слов Тора, Шаббат, Рош-Ходыш, Йомтов. Тиш-Рей. Есть выражение Хазаля. От Тиш-Рея до Тиш-Рея мы получаем в течение года строго выделенные средства. То есть это месяц, когда можно молиться за парносу. Это месяц, когда обязательно в этот день, седьмое Ниссана, дать какую-то дзадаку хорошую. И тогда все меняется в хорошую сторону. Вернемся к Торе. Человек послан в этот мир, мы же много раз говорили, в мир испытаний. Это мир испытаний, где человек должен уйти лучше, чем пришел. Вот основная цель человека. Не зря, чтобы потратил 120 лет только на производство навоза и не продвинувшие в духовной шкалине на одну секундочку. Так не бывает. Поэтому расскажу короткую мазь. Однажды в министерстве решили проверить эффективность Института научных исследователей, который должен выпустить новые лекарства. Приехали, приехали, посмотрели. Потрясающий институт, очень понравилось. Столовая покушали. Такая зелень. Ну, потрясающая. На следующий день получают письмо, закрывается институт. Повар зазмущается, говорит, ну как же, такие пирожки замечательные. Абсолютно в ужасе. Садовник говорит, так что вы, это лучшее, что есть. Вообще нету оранжереи лучше. А им говорят глупцы их. Неужели вы думаете, что цель исследовательского института – это вкусная еда и хорошая оранжерея? Его цель – изобретать новые лекарства. Совершенствовать науку. Такое предназначение. Если он не исполняет, его закрывают. То же самое нам говорит Всевышний. Если бы не завет мой, днем и ночью, законом неба и земли, я бы не установил бы. Это Тора. Он говорит, если бы не изучалась Тора, утром, днем, если бы было такое место, хоть раз, чтобы на земле не изучали, написано, мир бы разрушился, Каббала говорит. Вот одна из опор Тора. Вообще в конце времен, говорит нам все пророки одно и то же, что будет только одно спасение у людей. Это опора, это Тора. Иными словами, духовный мир. А надежда будет только все же на одного Бога. И написали очень интересную вещь, что все творение, вот все, что ты посмотреть, если можешь, все творение, это школа веры. Если человек задумается и захочет понять, что происходит, посмотрит процессы все, посмотрит, как это все, знаете, как случайность, это тоже имя Бога мы говорили. Он сумеет понять, увидеть Творца между... Вот прийти к нему каким-то образом. Дорожки разные, да. Был такой Гаон Машару Бенштейн, да. И он задавал всем вопрос один. Мы видим, что мир служит людям ради блага. Мы понимаем, какая красота, какое солнце, море, цвета, фрукты. Там, я знаю, пять наших чувств, зрение обаяния. Все великолепно, да. А к такой чудесной мудрости добавляется сам человек, невероятно созданный. Это потрясающее устройство головы. Сердце, невероятно работающее без остановок. Там, ну и так далее. И за минуту до совершенства вся эта глубина обрывается. Голова часто болит. Сердце страдает там от всех проблем, от горечи. Пищу добывать в поте лица надо. И все это злые дни человека, сказано. Какой ли это? Что же происходит? Отвечают мудрецы, что поскольку нет тени сомнения в том, что рука Творца всемогущая, он мог совершенно, мог ведь этот мир сделать невероятным, то этот мир нужен для происхождения испытаний. Есть необходимость в недостатке совершенства. Мы должны пройти испытания, для этого должно быть несовершенство, проблемы, сложности, несуразицы. Для чего? Что мы тренировались, тренировались в подчинении Творцу, свою душу меняли. И это огромный урок веры. Надо посмотреть вокруг, и человек может сформировать веру только на этом. Знаете, как говорили, что случайность, что если вероятность того, что одна клетка человеческая, одна, возникла сама, примерно равна тому, как ветер пронекся на свалку и собрал Боинг-747. Вы же не поверите во второе, а в первое верят все. Поэтому мир создан как школа веры. Надо в него всмотреться, надо в него, ну, если хотите немножко еще и влюбиться, увидеть, с какой любовью, с какой красотой создан мир. И мы увидим две вещи. Первое, мы увидим, что есть хозяин этого мира. И второе, что он нас любит, потому что мир создан с любовью. А недостаток, это обязательное, так сказать, то, что должно присутствовать в мире испытания. Иначе это не мир испытания. Конечно, нам хотелось бы там, чтобы везде были только морковки, а больше ничего не было. Ну, к сожалению, так. Брахавы от слаха всего самого лучшего в этом мире испытаний.